Всем привет, с вами Apple. Темы, ребят, на просторах интернета нашел отличное приложение под названием Scope. Пока что эта программа только в бета-тестировании, я решил принять участие в этом тестировании и рассказать вам об этом приложении. Бета-тест абсолютно бесплатный, после просмотра этого видео, если вам приложение Scope понравилось, вы хотите его попробовать и начать им пользоваться раньше, чем все остальные, то приглашаю всех на бета-тест. Ссылка на этот бета-тест есть в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем в программу и посмотрим, что же такое Scope. В чем же суть этого приложения? А именно в том, что вы можете посмотреть, что происходит в мире прямо сейчас. То есть вы регистрируетесь в приложении и являетесь полностью анонимным. Тем не менее, ваша локация отмечается на карте маячков, но люди не знают, кто вы такой. Пока что на карте можем увидеть, что маячков немного, но я думаю, что когда приложение выйдет в App Store, программа очень сильная, я думаю, этих маячков на карте будет очень много, если мы сможем заглядывать в различные точки мира. Если мы с вами нажмем слева сверху, то мы увидим приглашение, которое мне уже прислали другие пользователи. Все, что мне нужно сделать, это просто нажать на любое приглашение и снять короткое видео, которое я после отправлю этим пользователям. Сама идея заглянуть в любую точку мира весьма интересна, и с помощью приложения Scope это еще и проще. В общем, будем ждать, когда эта программа выйдет в App Store. Итак, как отправлять запрос? Ну, допустим, я хочу отправить кому-то запрос в Киеве. Это может быть любой пользователь, и просто нажимаем на маячок и нажимаем на круглую кнопочку, на глазик. Все, запрос отправляется, и когда пользователь его снимет, мы его с вами обязательно получим. Когда другой человек снял по нашему запросу видео, нам приходит оповещение. Мы переходим в приложение и видим, что вот наше это оповещение. Вот, собственно говоря, картина, которая сейчас происходит в Гродно. Гродно – это Белоруссия. Приложение весьма интересно тем, что может показывать любые действия, которые происходят в помещениях, на каких-то концертах, в барах, на выставках. То есть, в принципе, границ для того, что показать, у приложения нет. И это весьма интересно. После просмотра видео мы можем сохранить это видео к себе на устройство, либо поставить какой-то балл. Баллы вычитаются у нас и зачисляются от человека, который снял это видео. Ну и, собственно говоря, баллы можем зарабатывать уже мы с вами, снимая какие-то видео другим пользователям, и эти пользователи будут оценивать наше видео. Нажимаем на галочку, и, собственно говоря, все. Мы видео оценили и отправили баллы человеку, который нам снимал видео. Вот, собственно говоря, наши с вами баллы. У меня осталось 95. В целом, это все, что я хотел вам рассказать о приложении Скоп. Пишите, что вы думаете. Я думаю, разработчикам будет приятно почитать, если мне наткнуться на это видео, что люди думают о их приложении. Также, ребята, напоминаю, что это бета-тестирование, и вы можете принять в нем участие совершенно бесплатно. Ссылка на бета-тест есть в описании к этому видео, так что переходите и регистрируйтесь. На этом, ребята, все. С вами был Полтин. Если тут впервые подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх, не забывай о яблочках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok